Мир захватил новый тренд – игра Hamster Combat. Она появилась весной и быстро завоевала поклонников. Десятки миллионов игроков тапают хомяка, зарабатывая виртуальные монетки. Надеюсь, что в будущем разработчики смогут обменять игровые средства на криптовалютные токены. Разбираемся, что такое тапать хомяка и действительно ли на игре можно заработать. Hamster Combat. В народе его прозвали хомяком. Игра в виде приложения в Telegram. Чтобы начать играть, достаточно запустить чат-бот в диалоговом окне мессенджера. В центре открывшегося экрана появляется хомяк – директор одной на выборы из популярных криптобирж. Задача – развивать биржу хомяка, зарабатывая игровые монеты Hamster Coin и переходить на новые уровни. Монеты можно получать разными способами, но основная механика игры заключается в следующем. Пользователь касается экрана телефона, нажимая на хомяка, и за каждое касание получает одну виртуальную монету Hamster Coin. Всего в игре 10 уровней. Чтобы перейти на следующий, нужно собрать определенное количество монет. Число пользователей Hamster Combat за три месяца с момента запуска достигло 239 миллионов человек. По данным основателя Telegram Павла Дурова, ежедневно к игре присоединяются 4-5 миллионов пользователей. Тап, тап, тапает малыш, хомяка в экране ночь не спишь. Маленькие пальчики спешат, только все вокруг твердят. Тап, 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 и так легко, а потом ты выведешь бабло, а дорожка к листингу длина, в неизвестность тянется она. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, о нашумевшем Hamster Combat знают 42% россиян. Среди молодых людей осведомленность достигает 86%. О хомяке я узнал от друзей, до выхода парни играли в NotCoin, это тоже такое приложение, где нужно тапать, зарабатывать монеты. Но разработчики NotCoin реально выплатили свои деньги, кому-то 50 долларов, кому-то 200, и поэтому, когда вышел Hamster Combat, я тоже решил заработать на этом. Простота и доступность игры Hamster Combat скрывает в себе угрозу для подрастающего поколения. По словам медицинского психолога, ребенок может стать зависим от хомяка и утратить интерес к другому виду досуга. Подрастающее поколение привыкает к тому, что можно в легкость зарабатывать деньги, не прикладывая каких-либо усилий. И благодаря неким обещаниям разработчиков можно вывести эти деньги на что-то более реальное. Хотя по информации, я читала, не было за последнее время какой-либо перевод денег с электронных на более реальные. Поэтому не могу сказать, что это как-то хорошо для молодежи, поскольку это просто ты тратишь свое время на какие-то нереализованные планы, нереализованные вещи. Известно о смерти ученика, который чрезмерно увлекался игрой. Самарский школьник проводил все свое время нажимая на изображение хомяка и даже принимал ванну, не выпуская из рук смартфон. Это привело к трагическому исходу. Мальчик погиб от удара током, когда телефон упал в воду. Некоторые ожидали, тратили свое время, свои силы и, естественно, увидев нулевой результат, они понимают, что как же так, я же ведь вкладывался, я же ведь что-то делал, пусть даже и тыкал несколько раз по экрану. И многих это может как-то вывести в серьезную тревогу. Даже не то, что в агрессии, а в серьезную тревогу. Что как же так, я надеялась, я полагала, а тут меня обманули. Секрет популярности Хамстер Комбат кроется в кажущейся возможности преобразовывать виртуальные деньги в реальные. Представьте, что вы нажимаете на экран в свободное время, затем переходит на пассивный заработок и вдруг ваши виртуальные монеты приобретают реальную ценность. Однако, когда это случится и случится ли, никто не знает. Как неизвестно и то, как будут конвертироваться внутриигровые коины. Конечно, эта история будет иметь свой конец. Вероятнее всего, даже он будет некий положительный. Все-таки он проявит листинг, люди будут получать свои денежки. Но размер тех сумм, которые люди будут получать, он, к сожалению, не совсем, может быть, сравнительный с тем, что люди ожидают. Потому что у них всегда в голове одно, крипта – богатство. Но с Хамстер Коином, конечно, вряд ли такое может получиться. Пока владельцы только одной известной игры провели процедуру листинга. Это допуск на бирже своих виртуальных денег. Баланс криптовалюты и реальных денег установили в пропорциях тысяча к одному. Поэтому миллионы монеток – еще не миллионы долларов. В принципе, каждая криптовалюта, каждый коин, он содержит в себе ограниченное число добычи. То есть, к примеру, биткоина всего 21 миллион коинов может быть. И все. С Хамстером так не особо получается, потому что он бесконечный сам по себе. Люди бесконечно у себя клацают, 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 клацают. И как он ограничивается будет? В каком формате тиражом? Там 3 миллиарда, может быть, коинов будет. Может, там 10 миллиардов. Но чем больше, мы сами понимаем, что чем больше всего, тем меньше его цена. Популярностью игры «Хамстер Комбат» воспользовались мошенники. Например, они предлагают купить друзей, чтобы разблокировать карточки в игре. После оплаты мошенники перестают общаться с жертвой. Также злоумышленники создают копии игры и просят пользователей подключить свои криптокошельки. В результате токены оказываются у жуликов. Еще один метод мошенничества связан с кражей аккаунтов в Телеграм. Злоумышленники предлагают новым игрокам перейти по ссылке на свой бот, замаскированный под приложение «Хамстер Комбат». В этом боте мошенники получают доступ к нужной информации – контактам, паролям, геопозиции и данным о Wi-Fi. Саму игру некоторые тоже считают мошеннической. Например, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес предложение запретить ее. По его мнению, «Хамстер Комбат» манипулирует сознанием игроков. Есть понимание о том, что эта игра – способ выманивания денег в юных пользователей в основном. Естественно, этому надо препятствовать. При этом я понимаю, что легче заявить о том, что надо запретить или отрегулировать этот процесс, поскольку сделать, реализовать намного тяжелее. Поскольку это современные цифровые технологии, это интернет, заблокировать все, что хочешь, там невозможно. Решать, играть или нет, только вам. Мы призываем вас быть осторожными и подходить с умом к новым тенденциям и играм в интернете. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Владислав Реус, Максим Колесниченко, Щелковское телевидение.